Старый Новый год – это традиционный праздник для наших соотечественников. Несмотря на то, что настоящий Новый год вроде как уже и позади, все равно звучат новогодние песни. Одна из таких песен, новогодних, прозвучала без малого 20 лет тому назад. Сказки издалека к нам в Новый год придут. Праздник волшебный этот, все с нетерпением ждут. Ёлка зажжется огнями, станем мы все в хоровой. Новый год, Новый год, удивительный праздник детства. Новый год, Новый год, пусть он счастья нам всем принесет. Новый год, Новый год, удивительный праздник детства. Новый год, Новый год, пусть он счастья нам всем принесет. Новый год, мы понимаем, что в жизни все постепенно пройдет. Но как всегда неизменным будет наш Новый год. Новый год, Новый год, удивительный праздник детства. Новый год, Новый год, пусть он счастья нам всем принесет. Новый год, Новый год, пусть он счастья нам всем принесет. Новый год, Новый год, пусть он счастья нам всем принесет. Чтобы вместе с друзьями встретить наш Новый Год. Новый Год, Новый Год, удивительный праздник детства. Новый Год, Новый Год, пусть он счастья нам всем принесет. Новый Год, Новый Год, удивительный праздник детства. Новый Год, Новый Год, пусть он счастья нам всем принесет. Сегодня у нас в студии участники записи клипа, который вы только что видели. Алексей Процко и Владимир Аднарал. Итак, Новый Год, Новый Год, какой же это был Новый Год? У каждого из нас своя версия, сразу говорю. У меня отмечено, что конец 93-го. То есть мы встречали 94-й год с этой песней. Ну, практически, да. Как там, мушкетеры 20 лет спустя, ну, может, чуть поменьше. Вообще-то, глядя на этот клип и на все то, что вы тогда делали, не становится почему-то стыдно. Что-то так думаешь, да, вроде было все так креативно, и сегодня где-то может выглядеть. Другое дело, здесь стало меньше, здесь стало больше, да. Песен таких уже не пишется, да, что-то написано было. Ну, тем не менее. Я всегда говорил, что, говорю, Аднарал, Владимир Владимирович, говорю, вы можете, в принципе, если бы вы были очень умный человек, вы бы больше никогда в жизни не работали после написания этой песни. Но он решил, что без работы он жить не может. Нет, тут немножко другое, Алексей. Дело в том, что работая в Дворце детского и мужского творчества, ты себя ощущаешь сказочником, ну или волшебником, по меньшей мере, в эти новогодние дни. Поэтому хочешь, не хочешь, и даже эта песня начиналась такими строчками, ой, вот такими, по-моему, да. Сказки издалека к нам в Новый Год придут. Праздник волшебный этот все с нетерпением ждут. Йога зажжется огнями, встанем мы все в каравон, чтобы вместе с друзьями встретить наш Новый, а теперь уже и Старый Год. Старый Новый Год. И все-таки, значит, это был декабрь месяц, последние числа, по-моему, 30 декабря. Раздается телефонная трель на студию. Володя, есть идея. Песня написана, ну просто гениальная. Ну жалко будет, если она пропадет. Я говорю, ну давайте ближе там 9 мая. Да не она про Новый Год, вот надо вот срочно. Я говорю, ну давайте 10 января встречаемся. Какого 10? Через полчаса тебя ждем. Ну приблизительно так было. Ну тогда, скажем так, определенная мода была вот на такие... Экспромты? Нет, во-первых, экспромты, во-вторых, на какие-то такие вот торжественно общие песни. Помните, Майкл Джексон, знаете, как я так приближаю там, ну потом Крис Кельмит, «Замыкая круг», да, потом «Мюзик Экс», у них была такая красивая новогодняя песня. Старый Новый Год, да? Да, да. Крымский Новый Год. Крымский Новый Год, да. Дед Мороз под дождем. Ну и мы только что-то, ну не знаю, вот пришло, было вдохновение, наверное, что-то еще было. Вот, и что-то записали потом, и думаем, а давай попробуем. И вот, благодаря... Взяли синтезаторы в руки. Нашему визави Владимиру Иларионову состоялся этот клип. Кстати, песня «Живет», живет 20 лет во дворце нашем, так сказать. Она, вот елки только у нас прошли новогодние, и всегда рефреном она у нас сидит. Финальчики, она у нас включается, и народ под нее очень, как это, расслабляется, сразу начинают блестеть глаза, и люди отвлекаются от сценарщины, так называемой, да, и становятся более расслабленными. И под эту песню у нас выходят. Володя, если ты помнишь, в записи принимали этого клипа, ну, так сказать, ты был, да, был замечательный мэтр ваш телевизионный. Вспомню, вы же вдвоем приезжали тогда. С Володей, Володей, Володей. А с нашей стороны вот Алексей Протской, я, Антон Васильев. Антон Васильев, сейчас скажу чуть, третьего с нами нет сегодня, да? Он с нами чисто... Незримо присутствует, это его гитара. Вот это Антошкина гитара. Я хочу сейчас, пользуясь случаем, в кадре сказать большое спасибо за сына, да, и за то, что мы были знакомы маме Антона Васильева, которого ныне с нами нет. Он третий у нас в кадре, он был, знаешь, звукооператор, он был талантливый гитарист оркестра эстрадно-симфонического Миронова Бориса Алексеевича. Значит, его с нами нет, но вот Антонина Викторовна и Геннадий Николаевич, родители, нам, мне передали эту гитару. А так как я не гитарист, я пришел к ВВ и говорю, ВВ, у меня эта гитара умрет, а у вас будет жить. Вот как видите, не соврая, так и есть. Ну и тем более, что с Антоном-то мы гитаристы, и пели, и сочиняли музыку, и это было очень здорово и креативно. Я, честно говоря, рад, что Антошкина гитара вместе с нами, и музыка его, и песни его живут с нами. Ну, то, что осталось за кадром. Вся съемка была произведена поздним вечером во время утренника в 20 пионеров 30 декабря, а весь монтаж был завершен 31 декабря в две руки, можно сказать. Иногда там третья подмешивалась рука, но это было сделано буквально за 3-4 часа. Новый год был не за горами. Вылизывать, полировать было некогда. Поэтому вот что получилось, что получилось, этот клип как раз в таком черновом варианте и вышел первый раз в эфир 31 декабря. Вопреки всем правилам и канонам выхода материалов на студии, без художественного совета, без генерального директора, без генерального режиссера гениального, просто вот с отделом выпуска посмотрели и решили, ну, на свой страх риск посмотреть. И поняли, что у песни своя судьба. Нет, мы поняли, что руководство нашей телекомпании в тот период новогодняя программа не смотрела, наслаждалась голубым огоньком. И наш бенефис прошел незаметно для руководства. Выговор никто не получил. А песня всплыла вот на наших архивных кассетах буквально несколько лет. Ну, 20 лет, конечно, срок можно и многое забыть. В поздний вечер это громко сказано. Дело в том, что снимали как раз перерывы между елками. У нас традиционно 18 часов дискотека для старшеклассников. И вот где-то примерно там с 16.30 до полшестого мы все это сделали. И, кстати говоря, общий видеоряд, когда кружатся вокруг елки, еще в нашем зале, в котором сегодня театр танца Вадима Альбертовича, Елизарова, помните, большой, красивый, замечательный. Мы все это сняли. Елка крутилась тогда и крутится, надо сказать, и сейчас до сих пор. Да. Ну, я посмотрел на себя в роли Деда Мороза. Молодой такой, с бородой, так сказать, какими-то блесками на лице. Но, во всяком случае, камера в тот момент, она была новая, Володя принес новую супер-ВХС камеру, сработала. Ну, честно говорю, вот даже через 20 лет смотришь, и как-то так оно еще и смотрится. Ну, камера далеко не профессиональная. Это Panasonic 9000. У нее очень много было всяких любительских навороток, всяких кнопочек, нажимая которых, нажимая которые, нельзя было даже предположить, а кто же получится на пленке. А на пленке получились вот эти скользящие пальчики по грифу, по клавишам, елка вращаясь, вне фокуса. Говоря сегодняшним молодежным сленгом, некоторые понты присутствовали, да, там. Ну, Деду Морозу, конечно, бороду можно сбрить, но куда умеще деть, куда таланты. Какую-нибудь новую песню 20 лет спустя. Ух, новых песен немного, но они живут. Старый Новый год, естественно, это особое состояние души. Вот и наша-то душа, она такова, что мы, начиная праздновать Мэри Крисмас, продолжаем праздновать Старый Новый год, и до крещения святки уже идут, и слава Богу, что эти традиции добрые, красивые живут. Ну, а так как святочное время, это время встречи с друзьями, наверное, будет более чем уместно спеть песню о друзьях под Старый Новый год. Друзья не расстаются, а прощаются, до новых встреч, до скорого свидания. Как в небе ночью звезды зажигаются, так и с друзьями песни на Старый Новый год не кончаются. Пусть даже далеко мы друг от друга, мы вместе песни все равно поем. В душе мы слышим голос добрый друга, С друзьями снова встречи ждем. Дружит нас карусель нелегких будней, Несет поток проблем и разных дел, Но связаны навеки наши судьбы, Дружить и петь с друзьями наш удел. Пусть даже далеко мы друг от друга, Мы вместе песни все равно поем. В душе мы слышим голос добрый друга, С друзьями снова встречи ждем. Пусть даже далеко мы друг от друга, В душе мы слышим голос добрый друга, В душе мы слышим голос добрый друга, В душе мы слышим голос добрый друга, С друзьями снова встречи ждем. С друзьями снова встречи ждем. И не только на Старый Новый год. Да, всегда. Ну, роль Деда Мороза, это всегда традиционно, допустим, на флоте была роль матроса-двугодка. Ну, практически деды по меркам трехлетней службы. Конечно. Но и даже при семилетней службе, Которая была после 45-го года, Семь лет на флоте служили тогда, Все равно годок играл Деда Мороза. В том клипе, который мы только что посмотрели, Там, скорее всего, внук Деда Мороза. Это 20-летней давности. Вот сейчас завершаются эти утренники. Творчество не стоит на месте. Чем вы будете заниматься в ближайший месяц-два? Ну, Дворец детского и юношеского творчества, Это организм, который, в общем, работает как часы. И дело в том, что план учебно-воспитательной работы Предполагают какие-то новые интересные дела, Вещи, заботы. Потому что учебный процесс никто не отменял. Праздники отзвенели. Но мало того, что дети, промежуточный, Показав этап в открытых уроках, В открытых занятиях, в отчетных концертах, Показали, чему они научились в течение Вот этих четырех с небольшим месяцев Первого учебного полугодия. Поэтому, конечно, подготовка идет. И главные наши концерты, отчетные выставки. Еще впереди, безусловно. Сейчас после праздников начнется планомерная Работа будет, новые песни делаться, Новые танцы дальше, да? Будем работать над тем, чтобы подбирать. Потому что что-то, над чем, допустим, начали работать, Не все пошло, не все идет. Не все гладко. Есть что-то гладкое, что-то нет. Мне надо за синтезатор срочно садиться, Калинки делать следующую вещь. Ко мне руководитель фольклорного ансамбля Пришла вот с такими горящими глазами Новую песню и давай. А если она уже пришла, как бы, ну все. От нее не избавишься. Никогда. Надо делать. И делать надо хорошо. Прошлый год у нас был юбилейный. 50 лет как здание Дворца детского и юношеского творчества. Ну, Дворца пионеров. Передали. Город передал безразделенно детям. В общем-то, и дети с честью оправдывают Вот то главное и важное. Сегодня мы гордимся нашими выпускниками И знаем, что наше учреждение, Наш дворец детского и юношеского творчества Один из лучших на Украине. Ну, вот что там из ближайшего. А Калинка сейчас едет на рождественские встречи во Львов, Где покажет свое творчество. Не падать. Буквально. Калейдоскоп, да? Тоже, да? Во Львов или еще куда? Ну, дело в том, что идет, идет, идет. Рождественские, Днепропетровские, Поржаворы. Хорошая, хорошая, замечательная жизнь. Дело в том, что о Севастополе и о нашем дворце знают Не только на Украине, в России. Смотрите все наши мероприятия на Ютьюбе. Володя, а работа не мешает творчеству? Все-таки песни пишешь, говоришь, мало песен. Хотелось бы больше. Ну, дело в том, что, понятное дело, Я слежу за творчеством наших бардов, В том числе и Сергея Курочкина. Конечно, это люди, которые посвящают безраздельно себя песни. У меня песни пишутся или к сказкам, Или к каким-то нашим программам и мероприятиям. Но мы его творчество используем. Вот бывают сложные моменты, когда в ступоре по сценарию. Вот идем в ступоре. Давайте что-нибудь используем. Или нечем закончить программу. Давайте, ну вот ступор такой. Давайте песню. Дело в том, что, Алеш, я думаю, что вот благодаря Владимиру Иларионову, Я думаю, что, наверное, все-таки надо, так сказать, Ну, обратиться и продолжать творчество песен. Ну, не знаю, так сказать, ну, про любовь, но про любовь. Лунная ночь прикоснулась к свече, Капает воск, как слеза по щеке. Наша любовь к нам сегодня вернулась, Где-то блуждала она вдалеке, Потому что в новогоднюю ночь мы так хотим, Чтоб любовь не кончалась, Чтоб и она с нами вместе осталась, Чтоб и друг другом мы не теряли, Разве для счастья, разве для счастья, Разве для счастья этого мало? Я думаю, что это так достойно. Продолжить можно и... Каждая своей лично задумалась, да, сразу а где, а где... Бьют часы двенадцать полночь, За окном кружится снег, Старый год теряет прочность И прощается на вень, Провожая год минувший, Мы забудем о плохом, Может новый будет лучшим, Может новый будет лучшим, Непременно будет лучшим, Мы надеемся и ждем... Ура, 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 с Новым годом! Я благодарю вас за участие в программе... Ура! Ура!